Дорогие друзья, мы начинаем свою программу. Сегодня у нас понедельник, 16 января 2017 года. И как всегда по понедельникам у нас на связи Россия-Москва профессиональный астролог Андрей Бухарин, руководитель астрологической школы. В прошлый раз Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что январь месяц спокойный, так что полет у нас нормальный, небо чистое и мирное, но тем не менее есть какие-то нюансы, как всегда они бывают. Вот давайте поговорим о нюансах, поскольку напряженность как бы так это в небе возникает, связанная там с какими-то планетами, да? Андрей Бухарин у нас опять на связи с той же самой улыбкой, да. Ну вот об этом мы и поговорим, что у нас такое тут происходит, интересно. Вроде бы и Меркурий уже вошел в фазу прямого, так скажем, движения, а вот... А что у вас происходит такое? У нас? У нас будет скоро инаугурация, мы все готовимся. А, ну да, исполнение прогноза моего, да, я помню это. А вот у вас интернет выбивает. Не дают нам, чтобы эта передача шла нормально, не боятся. Вот уже, вот уже все в порядке. Давайте мы тогда начнем. Какие там планеты у нас напряженность такую делают в мире военного характера? Надеюсь, ничего серьезного? Ну, по поводу военного характера... Ну, вообще-то, вот семнадцатый год, но 2017 год по циклам войн, он соответствует где-то так, году, вот, тысячу девятьсот сорок второму. Вот, поэтому, если перенестись в прошлое и посмотреть, что там было в это время, то мы увидим, что в это время проходила линия фронта там, где она, допустим, сейчас там же проходят военные столкновения, в частности, как раз где-то около, там, между Доном и, ну, около Доном и Днепром, да, вот в этом месте. Вот, поэтому оно может политически быть друг по-другому окрашено, то есть там другие быть, флаги подниматься, другие, но само событие, само, скажем, кармическая отдача таких долгов через войну, она, к сожалению, присутствует, имеет место быть. И эта закономерность, 75 лет, это четыре цикла повторяющихся затмений, она у меня описана в моем исследованиях цикла войн, цикла войн Руси, я так назвал ее сначала. Но если шире исследовать, то, возможно, это и все мировые войны идут по этому циклу. Вот, поэтому жизнь такая, что эти события имеют некую цикличность и закономерность. Кроме этого, войны бывают разные. Они определяются, во-первых, масштабом, то есть, когда могут, ну, собственно, мировая война, либо просто локальная какая-то война. И также определяются исходом, то есть, победой либо поражением той или иной стороны в том или ином противостоянии. Вот, поэтому, чем интересны эти циклы войн, тем, что по ним можно прогнозировать, когда будут подобного рода обострения и чем они закончатся. Это один момент. А второй момент, когда мы в ретроспективу рассматриваем, то можно проверить, а что в прошлом, какие войны исторического, которые в истории как-то зафиксированы, они имеют, к какому циклу они имеют отношение. Так вот, представьте, Майкл, настолько эта цикличность, она железно работает в годе 20-го столетия. Ну, вот смотрите, например, русско-японская война, 1904 год, плюс 75 лет, советско-афганская война. То есть, чем они похожи? Они похожи с тем, что, в принципе, война была не на территории, ну, в данном случае России была как бы приграничная война, она была по исходу проигрышная, хотя как проигрыша как такового в афганской войне, там же не то, что советская армия бежала, а то, что приказали выйти, ну, вышли. То есть, вот, немцы в Первой мировой войне, то есть, по большому счету, Германия Первую мировую войну не проиграла, ей приказали проиграть. То есть, многие, кстати, немецкие солдаты были очень возмущены, что почему это мы проиграли, когда фактически все тактические бои, они победоносные были. То есть, это вот, как бы, политический результат войны, и либо фактически. То есть, вот это тоже разница есть. Но мы здесь смотрим по, скажем так, по юридическому, скажем даже, моменту. То есть, юридически Советский Союз проиграл в афганской войне, хотя фактически он не проиграл. Но этот цикл, закономерность, она соответствует русско-японской войне. И этим можно исследовать, также отнять, если от русско-японской войны 1904 года отнять 75 лет, мы получим какой там год, например, я уже просто голову вечером плохо соображаю немножко, сейчас скажу так, 1904-й, минус 70. В 1829 году тоже было, возможно, какое-то подобного рода противостояние, скажем так, с отрицательным результатом для Российской империи. Хотя в истории вы можете этого не найти, особенно начало первой половины 19-го века. И это любопытно тем, что, например, битва Бородино, она не соответствует никакому циклу войн. И у меня, кстати, когда я первый раз с этим столкнулся, и мои оппоненты некоторые, которые критиковали мое исследование, они ссылались, именно апеллировали к этому. Но по мере исследования этого периода у меня возникли вопросы, а было ли на самом деле в 1812 году это Бородинское сражение. Возможно, оно было, но не в этот год, вот что я хочу сказать. И это уже мы подходим к фальсификации истории. И вы понимаете, что такие моменты, что, конечно, что, например, Лев Николаевич Толстой писал «Войну и мир» что-то очень странное в период Франско-Прусской войны, там, ну, 1864 год, насколько я помню. И, то есть, он очень вероятно, что ничего не выдумывал, а просто был свидетелем этих событий и описывал. И, как вы почитаете, там идет речь о царе Александре, но не указано, каком. А в это время был Александр II, насколько я помню, царь, да? То есть, там действие царя, потом был Александр, его убили, его сын потом был Александр III, тоже, кстати, убили. Ну, это как раз объясняет, что вот эти циклы войн, которые можно исследовать, они как раз и объясняют, что там происходило и какая сторона победила. И, в общем-то, приблизительные причины возникновения войны. Ну, например, вот война на Донбассе, она резонирует, она началась несколько раньше, чем 41-й год, ну, 41-й, 2016-й. То есть, она началась где-то за два года, да? То есть, это 1939-й год, если от 41-й два года отнять. Это соответствует... Там было две войны в 1939-м году. Весной была война на Халкинголе, быстрая победоносная война на воде. И осенью началась вот эта более длительная, кровопролитная Афинская война. Так вот, любопытно то, что добавляем 75 лет к весне 1939 года, получаем весну 2014-го, то есть, события на воде в Крыму, быстрая победоносная, как бы такая тема. А осенью, то есть, уже во второй половине года, уже такая серьезная, кровопролитная события на Донбассе. С чем объединены войны советско-финская и, ну, скажем так, которые сейчас на Донбассе происходят? Они объединены тем, что, во-первых, причина у них одна. То есть, если вспомнить, в 1939 году советское правительство попросило Финляндию отодвинуть границу, потому что граница Финляндии очень... Ленинград — это колыбель революции, там присутствовали всякие партийные боссы, приезжали, и на артиллерии могла, ну, скажем так, артиллерии можно было обстреливать правительственное здание, ну, теоретически. Естественно, что службы безопасности, там, первых лиц, они не могли бы никак защитить своих боссов, там, от артиллерийских снарядов. Поэтому советское правительство предложило Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда, ну, скажем так, за предел на тот момент выстрела артиллерийского снаряда. И кусок в Карелии. Ну, в общем, не совсем одинаковый размер, но, в принципе, какое-то вот такое предложение, на что, насколько мне известно, там Англия, Великобритания надавила на Финлянграда, или кто там был главный тогда у них. И, ну, в общем, пошло обострение, закончилось войной. Когда Украина, то есть, по событиям, вот, Евромалитана, движение пошло в евроинтеграцию, то есть, следующий шаг, это вхождение в блок НАТО. Ну, на примере стран Прибалтики, то есть, это очевидно, да. Значит, что это значит? Это значит, что, если раньше границы НАТО проходили, ну, скажем, там, где Польша была, то при вхождении Украины теоретическому в НАТО границы будут проходить, где Харпер. То есть, получается, что подлетное время крылатых ракет, то есть, в то время, ну, сейчас, по аналогии с 1939 годом артиллерии, сейчас это крылатые ракеты, подобного, так, нишу занимают оружие, они, если, насколько мне известно, из Польши где-то минут пять летят до Москвы, а то ПВО как-то успевает развернуться, ну, как-то их хоть там сбивать, то из-под Харькова это около одной минуты, и ПВО не успевает их теоретически как-то что-то предпринять им препятствовать. поэтому надо понимать, что я часто говорил в таких случаях, что можно поставить кого угодно, ну, как-то мне политкорректно это высказать, чтобы это... ну, в общем, суть в том, что защита государства в отодвигании границ заключается именно в том, чтобы отодвинуть границы, то есть, отключается инстинкт самосохранения государства, и неважно, можно хоть там Обаму в Кремль поставить, либо кого другого, он также будет любой действовать, любой правитель, чтобы как-то защититься. То есть, я не оправдываю никого, я просто объясняю механизм, скажем так, ну, вообще, вот этого, развития этой каши всей. Вот, и поэтому, но так как сейчас инская фаза, то есть, не янская, как тогда была, если синусоиду такую вот рисовая, то тогда все открыто, там, в погонах ходили, то сейчас проблемы решаются через частные военные компании, потому что это выгодно всем, то есть, официально потерь нет, а что участников потери, то это их проблемы, то есть, это они пошли туда, как бы, они знали, куда они шли. Вот, это общеизвестное правило, то есть, сейчас работает такое, это много, вот, есть французский регион, знаете, такой, там, где со всего мира набирают бойцов, и они выполняют для Франции какие-то региональные, ну, такие, возможно, не очень политически приятные, но такую работу, вот, которую официальной армии нельзя, как бы, юридически, или как-то по другим причинам выполнять ее. Поэтому, вот такая жизнь, то есть, вот этот период, теперь можно дальше, если смотреть, а кто победит в этом противостоянии, ну, так вернемся в историю, кто победил в Советско-финской войне, то есть, я здесь называю даже, чтобы не так, там, Россия, Украина, Донбасс, даже, как, скажем так, евроатлантическое политическое ядро, либо евроазиатское, потому что, здесь, как раз, как бы, граница вот этих двух, ну, таких, у каждого государства, я бы сказал, свой демон есть такой, знаете, как бы, грегор, который, вот они борются, и, если один увеличивается, либо другой уменьшается, то на территории, на материальном мире соответствующие, проходят изменения. Ну, например, сейчас, вот, эгрегор коммунизма, он сдувается, и на территориях, которые он оставляет, там, на физическом плане, происходит снос памятников Ленина, например. Ну, когда он расширяется, то есть, как бы, территория эти, наоборот, там, ну, как бы, столбито, знаете, вот, что здесь моя граница, нечто вот в этом роде. Ну, вот такой пример, вот, например, событий текущего момента, он о чем говорит? О том, что мы можем сделать прогноз развития событий на Донбассе, какие они будут. То есть, если это, как бы, советско-финская, как аналогия войны, то вы помните, что советская, авиация бомбила Хельсинки. Кстати, чтобы это знали, допустим, мало может кто это знает, ну, не то, что это не ковровые бомбардировки Дрездена, как бы, союзнической авиации, но, тем не менее, вот, по этой аналогии тоже могут быть подобного рода, так как цикл войн тот же, после этого сразу же Хельсинки, то есть, Финляндия капитулировала. Но, при этом, Финляндия долго сопротивлялась, причем меньшими силами, у них мобильные вот эти группы были очень, причем с автоматическими этими пистолетами и пулеметами, ну, скажем, как бы, типа автоматы такие, если для простого человека понять, с которыми очень ближним бою удобно. У советских солдат были эти трехлинейки, которые, ну, много жертв было именно, потому что они для фронтальной войны, но не для вот этой лесной партизанской войны оружия само. Ну, тактические, скажем, такие грехи были. Вот, поэтому, видите, вот вы меня спрашиваете о том, что, что, так я поэтому прихожу к выводу, что, во-первых, война на данном области, она не окончилась, и очень вероятно, что фронт пойдет на запад, вот, передвигаться будет. Когда это будет? Ну, думаю, долго ждать не осталось, потому что по циклам опять войн, война в Советско-финской, она уже, по идее, она уже и закончиться должна была, уже она как-то дольше, она так долго не шла тогда, но она тоже была в некотором роде затяжной войной относительно Халкингова и гораздо, гораздо более кровопролитной по сравнению с Халкингом. И здесь также, если мы смотрим события в Крыму и события на Донбассе, то Крым, это, скажем так, санаторий, а вот Донбасс это кровопролитная такая тема. Вот поэтому даже вот события последние, которые там Светлодарская дуга и так далее, ну, на мой взгляд, там очевидно, что загоняют в очередной котел национальный батальон эти, и, то есть, ну, лично мне это очевидно, я не говорю о том, что, то есть, это какие-то первые победы такие. Хотя я не воиноначальник никакой там, я просто карту посмотрел и вижу, что опять мешок готовится. но для того Майдан и был создан, чтобы выявить пассионариев и убить прямо, когда еще был Майдан, но я понимаю, что эта тема такая очень неприятная, может, не всем она удобная, и есть две категории, скажем так, сторонников того же Майдана, скажем, те, кто поджигатели войны, и те, кто, скажем, обманутые люди псевдо-это революции. поэтому мой посыл больше к тем, кто обманут, что может кто-то из них, скажем, рано или поздно поймет это. А те, кто поджигатели осознанные, они все понимают прекрасно, они работают на темные силы, которые, собственно, задачи которых уничтожить человечество. А здесь они просто либо по другим, либо те за независимость, эти там, за свою независимость. Это уже тактика, стратегия сокращения населения, которая была озвучена, ну, скажем, такими персонами, даже как Билл Гейтс, например, то есть, ну, он больше через не военную тему озвучивал, насколько я помню, это в открытых источниках все, а больше через там вакцинацию, что-то через эти вот дела и так далее. Там фонд у него какой-то специальный есть. То есть, эти вот деятели, то есть, они этим, ну, каждый занимается там своим, я-то не какая-то там разведка, фиша, там могу какие-то, я не собираюсь даже в это вникать, какие-то там части военные или что-то. Просто сам факт, что аналогия вот цикла войн, она показывает, что вот то военные, эти конфликты, которые были 75 лет, они очень похожи и сейчас они идут, то есть, они еще как бы свои фазы еще некоторые не прошли. Поэтому, но, к сожалению, Майкл, такова жизнь, что человечество проходит через такие руки. почему проходит? Интересное еще наблюдение есть, что в мировые войны, все мировые войны в 20-м столетии начинались тогда, когда восходящий лунный узел, то есть, кармическая задача всего человечества, проходил по знаку весы, а заходящий, то есть, инволюционная программа, то, что уже отработано, по знаку овну. То есть, весы, то, чему надо было, как надо решать проблему, то есть, через договор, через переговоры, через миротворчество, через дипломатию, через, через что еще, через жилить интересными партнера, а не своими по овну, эгоистичными, военными, там, либо напором. Что такое война, когда вот на таком аспекте она возникает, и в нее вихрем втягиваются люди с одной и с другой стороны, это своего рода коллективный дантес для тех людей, которые не выполняют свою кармическую задачу. То есть, если вот вспомним Александра Сергеевича Пушкина, он был однозначно, скажем так, на мой взгляд, светлым человеком, но при этом он не выполнял свою кармическую задачу. Вот такая бывает парадокс такой, что человек может служить светлым силам, но при этом духовно не развиваться. И наоборот, может служить темным силам и при этом духовно развиваться. То есть, это как бы абсурд с одной стороны, но это разные вещи, то есть, это как бы вектор развития показывает не, скажем, хорошо или плохо, а что, обучен чему, либо не обучен человек. А он это пустит во зло или в добро, это уже другая шкала объясняет, показывает, что вот он будет, ну скажем так, эти силы свои куда будет пускать. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин на земле, у него предназначение восходящее было в тельце заходящее в скорпионе, то есть, ему надо было не лезть на рожон, не лезть в эти, ну как, круглый, чуть что бы хвататься сразу за пистолет ему не следовало, ему надо было быть тихо, мирным, жить богатым, обеспеченным, бесконфликтным таким писателем. И много еще, сколько бы он написал всяких, например, Руслана и Людмил, и сколько бы пользы принес всему человечеству. Но он этого не сделал. Перед этим предупреждал император, чтобы он не ходил, скажем так, стреляться. И тем не менее, все равно Александр Сергеевич Пушкин последнее китайское предупреждение в лице, например, императора сия, ну, представьте, кто выше мог попросить его, скажем, Саша, не стреляйся. Вот, а он все равно полез. Наверное, жена просили его и близкие, ну, это как бы несет человека и все. Так же и человечество, когда оно, его просят, объясняет, что давайте жить дружно, давайте как-то жить интересами других, тоже как-то задумываясь. Не все вы, то есть, гармонично проявлять эгоистичную свою природу, скажем, и, ну, как бы эгоизм, эльтруизм, надо стремиться, чтобы это поровну было. Я не призываю, чтобы перегиб был, там, в лепешку человек расшибался, жил только интересами других, а свои, скажем, потребности не исполнил, нет, задачи гармонии обретения. Так вот, человечество, которое не выполняет свою кармическую задачу, оно обречено, ну, скажем, по законам кармы, ну, скажем так, жестко, его будут жестко воспитывать космические силы. Но на всех дантесов не напасешься. Поэтому, скажем, собирается такой вот процесс такой, который, как бы, коллективный дантес, война, и, к сожалению, такая трагедия происходит мировая. И, однозначно, так как это происходит по циклам затмений, очень вероятно, что это фигурирует в этих событиях одни и те же души. Если они не раскаялись, то они друг друга по очереди скажем, в этих войнах убивают. Причем, если они, например, в ту войну были на стороне немцев, то в эту войну они могут быть на стороне антигенов. Но если у них все равно осталась месть какая-то, то есть обида, по смерти уходит человек, то узел кармически не развязан, все, в следующей жизни, ну, там, как минимум через 75 лет они опять встретят друг друга и обменяются ролями. тогда там Ганс убил Ивана, сейчас Иван убьет Ганса, потом Ганса опять... И так вот тысячелетиями, почему приходили, когда приходят такие аватары, как, например, Иисус Христос, что он делал-то, он этот порочный круг кармический разрывал, то есть он именно последствия стирал вот эту информацию, что все, прощены грехи, то есть нет кармических узлов, все, живите уже без... в будущем нету, вы по войне не будете уже друг другу причинять какое-то зло, но кому-то помогало, кому-то кто-то опять, например, искушался, и очень вероятно, что какие-то выводы, неправильно это дело. Ну, такая моя точка зрения. Понятно, спасибо. Ну, мы недавно проводили передачи с одним человеком, так что вам для информации выяснится, человек считает, что Иисус Христос уже возродился, инкарнировался, так сказать. Правда, он не будет заниматься тем, чем он занимался раньше, сейчас у него другая миссия, так скажем. так что это просто информация, так скажем, к размышлению. Ну, я ничего, я понял. Все, больше ничего. Мы это не будем, мы это не будем, да, сейчас нечему удивляться. Мы это не будем обсуждать. Андрей, давайте мы перенесемся с земли, это ваша профессия, так скажем, перенесемся с земли туда, наверх, и поговорим о такой планете, с кем говорить, как не с астрологом, который называется планета Нибиру. Слышали? Ну, я слышал, но астрологический, астрономический, скажем так, эфемерит, я ее не видел. То есть, вот, чтобы говорить об этом, это просто на уровне вот таких разговоров, эфемерит нет. То есть, да, то есть, есть астрономическая, где она находится, в какой координат, или есть вообще? За ураном считается? Нет, с ураном, это как бы, в принципе, я говорю, где она, в каком градусе, какого знака она находится сейчас, например? Не могу вам сказать, единственное, что я могу сказать, ее называют мистической планетой, называют планетой Экс, ее называют планетой, ну, некоторые называют три девятки и так далее, но такой предсказатель всех времен народов, Нострадамус, говорил о том, что мы ждем, то есть, совсем скоро, ну, относительно скоро, конечно, там может быть пределы 10 лет, она опять приблизится, ну, а как по некоторым из гипотез, прошлое ее вот приближение на определенное расстояние к Земле вызвало всемирный потоп, так что, там даже называется конкретная дата, ну, сейчас не буду я говорить, а вот я хотел спросить ваше мнение. Ну, мое мнение такое, что астрономически это неподтвержденный, скажем, такой объект, и поэтому обсуждать его вот так, и мы с научной точки зрения, ну, не совсем... Корректно. Ну, да, ну, о чем мы говорим, если у нас нету данных, ни скорости этого, ни где он находится, никакой, ну, есть разговор, что период, там, 3600 лет, что был потоп, я говорю, потоп был в 19 веке, тоже был потоп, есть следы его, например, и в 18 веке были потопы, и... не такого масштаба, когда оно и спасало, скажем так, да, разные масштабы есть, но такого рода потоп, например, последний, очень крупный, когда снесена была античная, так называемая античная культура, это где-то 1600 вот там вот эти годы, то есть не так давно, скажем, 400-500 лет назад, причем снесена именно была вот по полной программе, когда цунами такого, что вы понимаете, если в Сибири деревьев нет старше 200 лет, ну, в тайге, это о чем говорит, если сосны там, которые растут, ну, они же не 200 лет, бывая над деревьям, всем по 200 лет, куда они делись-то? То есть это очевидно, что какая-то трагедия произошла, что леса не стала, что как-то, ну, как-то сломало это его, либо там снесло, либо замутило, чем сгорело может там, бог его знает, но вот такой пожар, чтобы вся Тайга сгорела сразу, это вы представьте, это какой пожар должен быть, опять же тоже, это же не так, что каждый год весь лес на земле сгорает в ноль, такого нет, да или хотя бы просто в Евразии, чтобы он сгорел, это таких примеров, я не помню. Хорошо, хорошо, давайте тогда не будем об этом, будет день, будет пища, как говорится, давайте мы поговорим, вот вы проводили аналогию, я вас не прерывал даже, вот циклы вот эти, у вас есть ваши исследования, но это на территории, как я понимаю, только России, да, или это не имеет значения? в Европе получилось, но я закономерности нашел, так как изучаю, вот-вот напишу книгу по американских президентам, которые, вот, но в ней закономерности есть и другие, интересные с Америкой, например, по отмене, ну там не циклы войн, там циклы смены идеологии, по отмене рабства Линкольном в США в 1862 году и по отмене крепостного права Александром II в России в 1861 году, то есть представьте, на всей, ну, в северной части, в северном полушарии планеты практически в одно время один и тот же шаг сделан, то есть это тоже цикличность некая подтверждает там, что, причем оба они были потом убиты, оба этих лидера, которые отменили рабство, то есть тоже комическая такая вот отдача, вы знаете, когда человек первым что-то делает для человечества, он, как правило, платит дорогую цену за это, и вот на примере Авраама Линкольна и Александра II, это, я думаю, что это, вот здесь тоже подтверждение этого есть, потому что многие президенты Соединенных Штатов, которые были убиты на посту, как правило, как я понимаю, они были, ну, скажем, такими идеалистами реально для построения такого свободного общества, не хочу демократическим называть, потому что я уже объяснял, что слово демократ, демос, это, ну, переводи, обозначает рабовладение, то есть, они, то есть, охлократия, это народ, власть народа, а демократия, это власть рабовладельцев, вот, и поэтому, кстати, когда кто-то просит, мы хотим ли демократию, а у нас вот тут, ну, что хотели, то и получили, вот, а, поэтому здесь те президенты Соединенных Штатов, скажем, которые, ну, как-то выходили из-под контроля тех кругов, которые, скажем, теневые такие вот управление применял к ним, то естественно их убивали, то есть, тут ничего такого, ну, открытие Америки в этом не, к сожалению, я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, что, к сожалению, так это происходило, но вот Абрама Линкольна только за это памятник надо поставить за отмену рабства, кстати, стоит, наверное, памятник за это. Кроме, кроме всего прочего, вообще-то говоря, это штат, в котором я и проживаю, это Иллинойс, потому что наш президент, который, тоже говорят, уже инкарнировался, да, они все уже инкарнировались, так далее. Но там есть совпадения такие, мистичные характеристики, много совпадений, Мы можем, да, об этом поговорить, это отдельная тема, это отдельная программа, и даже уже в этой программе мы приближаемся к завершению ее, чуть-чуть позже мы начали. Андрей, давайте в течение, скажем, минут 7-8 Озвучьте, чего нас ожидает. Мы с вами уже не встретимся, какое сегодня, да, мы с вами не встретимся перед инаугурацией, но она произойдет. В прошлой передаче я рассказывал о том, что попытка, попытка того, что кто-то начал рассказывать про эти кибератаки, ну, она, скажем так, не увенчалась успехом сторонников этого, то есть, все нормально, все идет путем. Кто-то из президентов, ну, бывших президентов, они еще не подтвердили свое участие, скажем, президент Билл Клинтон не подтвердил, президент Буш старше в связи с возрастом тоже не подтвердил, хотя пару лет назад он спрыгнул там с парашютом зачем-то. Но он старенький, на самом деле, он совсем старенький, да. Но будем смотреть, что предстоит в ближайшие, вот, хотя бы, как минимум недели, или давайте до конца месяца, может быть, спокойно, прогнозы какие? Ну, во-первых, я хочу сказать, что через неделю я не смогу встретиться с аудиторией Сангельс-радио, я буду в разъездах и не получится у меня. Хотя, может быть, ну, посмотрим. тем более. Один из прогнозов на неделю вперед. Понятно. А так, что можно сказать? как я и говорил, что, в принципе, январь, месяц спокойный, каких-то вот таких каких-то мировых войн и прочего-прочего событий как бы не прогнозируется, вот, в отличие от февраля. От февраля, там, месяц затмения, там много, как правило, на затмении происходят, ну, все вот эти колебания рынков и падение валюты и прочее-прочее. По поводу, раз уже вы упомянули, я прошу прощения, по поводу валюты как раз-таки. Сегодня первый день, сегодня понедельник, и мы в прошлой передаче говорили, вы анализировали, там, Центральный банк. То есть, как оно? Да, евро подымался всю неделю, но сегодня, начиная с, скажем, с открытия, то, что называется, глобус, вчера вечером началось падение евро, и сейчас оно, ну, в общем-то, идет вниз. По прогнозам, то, что я вижу, ну, еще раз, как на сегодня, оно будет еще ниже, а дальше видно будет. Ну, а, кстати, фунт, британский фунт, очередную сделал самый низ, то есть, это где-то вот в октябре месяце, 7 октября, это было 30 с чем-то лет, не был так низко, и вот сейчас сколько уже фунт уже с текущей, 11, да, примерно 1,2, 1,2, а был по 1,5, был буквально в прошлом году, я говорю, в прошлом году, когда он резко падает, 1,5, 1,4, да, но начиная с того, как Британия сказала, что они выходят из европейского рынка и так далее. Ну, они будут сейчас заявления делать такие, которые будут фунт снижать и снижать, фунт именно, стратегический фунт будет идти один к одному к доллару. Да, ну и будет еще в принципе, скажем, расти, и какое-то время может быть небольшое евро, доллар будет расти, и дальше будет продолжать движение вверх, соответственным образом, вся валюта против доллара будет идти вниз, какое-то время, ну, до какого-то момента. Но это то, что мы видим, золото поднялось серьезно. В золото будет подниматься, смотрите, вот по поводу золота, всегда, когда какая-то нестабильность, уходят капиталы в золото, ну, в том числе, скажем, в золото, потому что золото падает цене обычно, когда стабильность мировая идет, когда выгоднее вкладывать средства в какие-то бизнесы, которые дадут больше прибыли, чем просто сидеть там в золоте. Так вот, прогноз по золоту на февраль, можно сказать, что оно будет расти в цене, по причине того, что если будет происходить обострение мирового, ну, каких-то вот, военное обострение, любые, иными словами, они будут, как правило, давать события именно для роста золота. Ну, посмотрим, так ли это или нет будет, но обычно логика такая вот его. Хорошо, ну, а какие все-таки для наших радиослушателей, какие прогнозы, что вы рекомендуете, что вы не рекомендуете до конца месяца? что я рекомендую до конца месяца? Во-первых, на следующей неделе будет уже новолуние очередной, 28 января, и вот к этому времени, особенно вот та неделя с 23 по 28, она уже убывающая, то есть, когда дела надо заканчивать, но рекомендованно, то есть, она схлопа. Кстати, беречь надо за свое здоровье. Обычно в это время часто заболевают простудами и так далее, потому что часто вот эти циклы наши биоритмические, они в это время, ну, скажем так, стремятся к нулю, и если совпадение происходит, скажем, на биоритмах индивидуума, нижние вот такой вот точки, скажем так, берутся и совпадают в принципе с новолунием, то это период, когда человек заболевает. И, безусловно, ну, как правило, заболевает, либо очень плохо себя чувствует, либо в худшем случае может выйти, как бы, уход из жизни, может быть, потому что именно система, скажем так, крайне-крайне ослаблена в это время. Ну, скажем, вообще сопротивляемость организма к каким-то вот таким моментам. Поэтому, в принципе, период такой, он неплохой, за исключением, кстати, вот сейчас период 17-го, где-то по 18-е число конфликтность с исполнительной властью есть, то есть не рекомендовал бы ругаться с какими-то этими контролирующими органами и с какими-то структурами исполнительной власти, с чиновниками, либо что-то пытаться добиваться от них, потому что сейчас период такой, когда они, ну, скажем так, упрямые и не хотят слышать, либо не могут по каким-то обстоятельствам. А вот ситуация уже буквально 20-го числа, пятница, кстати, прекрасный день, между прочим. То есть хорошие аспекты весь день идут, и я думаю, что инаугурация пройдет очередного президента Соединенных Штатов Америки очень-очень положительной. Кстати, хочу сказать, что фактически он не 45-й президент, а 44-й президент. То есть как раз если тело пророчества про 44-го президента Соединенных Штатов, которые проецировали на Барака Обаму, что он будет последним президентом Соединенных Штатов Америки, они могут быть как раз применены к этому президенту 45-му. Но опять же, у меня же есть прогноз, что Хиллэй Глинтон хороший показатель на обретение власти. То есть это уже значит, что она уже будет 46-м по сути. Но почему, кстати, 45-й? Потому что, насколько я помню, сейчас навскидку не помню фамилию, если посмотреть циклы, кто-то там из президентов был два раза через один срок. Где-то вот на уровне 19-го, 20-го президента где-то там. И то есть он получилось одно и то же физическое лицо, но два раза считается, как два срока он шел. И вот поэтому то есть фактически как физическое лицо он 44-й, не 45-й. как человек, который скажем так президентом стал, а он 45-й. А как человек, который выиграл выборы, он вообще там 67-й, кажется, по этим всем подсчетам. То есть опять же, по какой статистике считать его вот так вот. Дальше что? То есть эта неделя, она, я уже сказал, середина недели конфликтная и опасно, кстати, опасно именно с 18-го где-то вот так на 19-е число период опасный. Дальше, в общем-то, довольно безопасное и комфортное время. Понедельник, вторник, дальше больше, понедельник, хорошее время 23-го числа для раскрытия тайной информации, для тайных переговоров, каких-то вот вариантов для тайных поездок, таких неафишируемых. Вот 26-го числа уже я бы 27-го невыгодные покупки, очень может быть приобретение чего-либо связано с, знаете, с чем, с какими-то поломками до этого и их намеренно скрывали. То есть вот если в это время кто-то думает машину приобретать, то очень вероятно, что она либо ранее битой была, либо замаскировали под новую, ну как бы более-менее там свежую. Вот это то есть невыгодные покупки 26-го числа и собственно понятно, что новолуние будет еще новолуние 3 часа, ну скажем так, 0 часов 7 минут по гриммичу, если кто, и хорошо, но кстати оно для практики новолуния не очень благоприятны, потому что там сразу после 29-х лунных суток начинаются первые, поэтому ну такой вот месяц не очень. Ну и конец месяца там будет Меркурий в соединении с Плутоном, это период опасный для ДТП, для крупных скандалов каких-то таких разговоров, поэтому в конце месяца, особенно в конце этой недели, следующий, то есть 28-29 января, надо быть аккуратным в своих высказываниях, то есть следить за своими словами, потому что это все может привести скажем к крупным каким-то неприятностям, в худшем случае, либо наоборот, если у кого хорошие аспекты между Меркурием и Плутоном на тайной карте, наоборот, потому что это соединение, оно двойственную природу несет, то есть вот так нельзя сказать, что это всем, то есть у кого негативные аспекты на тайной карте, тем это, скажем, рот на замке лучше держать, а у кого позитивные, те наоборот, крупные проекты могут, то есть крупные сделки могут заключить, крупные, какие-то, ну, очень важные, крупные, скажем так, за свои слова будут большие последствия эти позитивные, вот поэтому и надо знать астрологию, чтобы понимать, а кому что определяется в это время, то есть они так, ну, можно интуитизм, конечно, кто, как, астрология, больше рациональное такое понимание, ну, скажем так, своего места в жизни, поэтому, в целом, Майкл, если так, я коротко постараюсь разжечь, в целом, ничего такого страшного как бы не ожидается, а именно в этот период, месяц, еще хочу сказать, январь, он тихий, спокойный, гармоничный, такой вот новогодний месяц, каких-то вот катаклизмов таких, там, извержения вулканов, либо цунами, прочего, пока я не предполагающе. Ну и слава Богу, ну, вот на такой позитивной ноте мы тогда и закончим нашу программу, я хочу напомнить, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, у нас на связи был Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы, по поводу следующего понедельника, посмотрим, если будет такая возможность, мы выйдем в эфир, если нет, ну, тогда в какой-то другой день, об этом вы следите, у нас, как вы знаете, программы записываются, не все выставляются в YouTube, вы можете задать свои вопросы, Андрею, уже нету времени на вопрос по поводу, когда бросать курить, но это чисто индивидуально. В следующем месяце. В следующем месяце бросать курить. Дорогая радиослушательница, это как раз для вас. 26 февраля, да-да-да, бросайте курить, это самое время, я сам, кстати, курил в свое время, 16 лет, у меня был старший штабак о курении, и я бросил, кстати, на затмение. Вот. Вот так вот. А человек знает, когда надо бросать курить, когда надо начинать что-то другое делать, но это очень полезная, та информация, которую мы выносим в эфир, она полезна для тех людей, которые умеют ей пользоваться, естественно. Если у вас есть вопросы, дорогие друзья, обращайтесь к нам. SunGateRadio, SunGateRadio.com, это Facebook, это YouTube. Андрей, спасибо большое за, как всегда, интересную беседу, за ваш анализ. Ну, и мы встретимся уже, наверное, в следующем месяце, да? Если получится. Ну, возможно, посмотрим, потому что я улетаю в Сибирь, там временная разница больше будет, и поэтому очень может быть, что я смогу даже провести, я сейчас считаю, это еще плюс 4 часа, где-то это 8 вечера, вполне возможно, что эфир может состояться. Прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Мы будем держать вас в курсе, дорогие друзья. Андрей, спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания. Удачи. И вам все хорошо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин